100 кВт пилетная горелка Энергия ТТ для отопления бизнес помещений это оптимальное сочетание цены и качества, как любит бизнес. Автоматическая пилетная горелка Энергия предназначена для работы на не спекающихся пилетах, гранулах фракцией 6-8 мм длиною до 30 мм. Калорийность данного топлива может составлять от 2500 до 5000 кВт калорий с небольшим содержанием мелких выгораемых частиц, но не более 20%. Едут понимать, что максимальная мощность горелки и периодичность уборки залы из нее очень сильно зависят от качества выбранного вами пилета. Потому помните, хоть и благодаря конструкции данной горелки она может работать как на агропилетах и на даже агромиксах, но теплопроизводительность ее и эффективность, и комфорт будет достигаться в максимальной зависимости от того, как вы выберете качественный пилет. Все как в жизни, как в автомобиль, мы стараемся лить всегда качественное топливо. Тогда мы имеем максимальный результат. Селитная горелка «Энергия ТТ» 100 кВт оснащается в базовой комплектации автоматикой известнейшего польского производителя Plume EcoMax 360. Данный контроллер оснащен огромнейшим списком функций. И настройка данного контроллера будет отснята нами в отдельном видео. Для пользователя важно понимать, что данный контроллер даст ему возможность управлять этой горелкой и контролировать ее процесс работы даже дистанционно с помощью смартфона. Давайте подробнее рассмотрим конструктивные особенности самой горелки. В первую очередь, что интересует пользователя при выборе горелки и при ее покупке, это размеры посадочного сопла. Потому что этот параметр ключевой для понимания, станет ли данный агрегат в ваш отопительный прибор или нет. Размеры 100 кВт горелки посадочного фланца составляет ширина 20 см и высота 23 см. При этом само сопло горелки должно иметь возможность зайти внутрь котла на расстояние 28 см. И важно помнить, что для корректной работы изделия необходимо еще 20 см свободного пространства до ближайшей полки теплообменника. То есть ничего не должно быть и мешать работе горелки на расстоянии 20 мм от ее крайней части колосников. Подробнее рассмотрим конструктивные особенности, из чего состоят основные узлы данного агрегата. Телетная горелка «Энергия» 100 кВт. Предоставляется гарантия 36 месяцев. Настройка горелки производится монтажником, либо владельцем, но обязательно изучив паспорт до старта настройки. Из чего состоит телетная горелка? В первую очередь это камера сгорания топлива. Камера сгорания топлива, в которой происходит сжигание топливных гранул. Камера сгорания оснащена шамотной керамической вставкой. По-другому это футурирование, называется футуровка. Футуровка предназначена для улучшения качества сжигания гранул внутри и теплоизоляции стального корпуса горелки. Благодаря этому позволяет сжигать наши агрегаты и ограничения. Крепежный фланец самой горелки крепится к корпусу котла на винтах. Спираль внутреннего шнека, внутри шнек, служит для транспортировки топливных гранул в камеру сгорания. Внутренний шнек расположен внутри горелки и подает топливо из топливоприемника в саму камеру сгорания. Приемный патрубок, на который одевается легкоплавкая гофра, соединяется с основным шнеком. Основной шнек производит забор топлива из бункера. Управляет внутренним шнеком моторедуктор. Все моторедукторы применяются в корейского производителя. Очень качественные. Колосниковая решетка изготовлена из нержавеющей стали толщиной 5 мм. Важно подчеркнуть, что в пеллетной горелке энергии используются подвижные самоочищающиеся колосники, которые приводятся в действие эксцентрическим валом моторедуктора и движутся по программе. Раз, два, три, четыре колосника, которые движутся по программе и управляются контроллером. Топливо подается внешним шнеком в загрузочный бункер и при сгорании попадает сажа в лоток, который находится ниже колосников. То есть ниже последнего уровня колосников находится лоток. Этот лоток необходимо вовремя очищать по мере его наполнения. Очищается он, раскрутив сзади кассету и отшелкнув специальный фиксирующий вент. В качестве нагнетателя воздуха используется дутьевой вентилятор, установленный в задней части горелки. Важно подчеркнуть, что именно в модели 100 кВт используется дутьевая турбина, а в моделях меньшей мощности 60, 40 и 27 кВт используются плоские малошумные компьютерные вентиляторы. Для необходимой производительности 100 кВт горелки применяется дутьевая турбина. Элементом розжига в данной горелке в базовой комплектации используется водяной ТЭН, который управляется в автоматическом режиме по указаниям контроллера. В качестве дополнительной опции водяной ТЭН может быть заменен на керамический ТЭН. Моторедуктор привода колосниковой решетки управляется также. Качественным корейской фирмой моторедуктором, расположенным в нижней части горелки. Блук управления контроллера располагается возле самого горелки, либо на удобном расстоянии пользователю и подключается к горелке с помощью универсальной ДИН-рейки. Все расчеты алгоритма процесса горения и управления работой вентилятора и механической части горелки производятся согласно заводских настроек, указанных в паспорте котла. Обращаем внимание ваше, что изучить паспорт котла крайне важно перед стартом первого розжига горелки. Все заводские настройки необходимо установить строго по прописанным в паспорте данным. Билетные горелки «Энергия» мощностью 100 кВт есть в наличии в компании «Читон из газа» и могут быть смонтированы под ключ в ваш котел, оплаченный по безналу кредит в рассрочку и за наличный расчет. Обращайтесь, всегда будем рады помочь. Продолжение следует...